В этом году у жителей сразу нескольких районов области есть повод для гордости. Барыш, Корсун и Сурская стали победителями всероссийского конкурса благоустройства малогородов и исторических поселений. Общая сумма грантовой поддержки в следующем году составит 210 миллионов рублей. Об этом губернатор Алексей Русский говорил с главами муниципалитетов. 70 миллионов выиграли, поэтому сейчас стоит огромная задача до конца года. Во-первых, подготовить смертную документацию. Во-вторых, приступать уже параллельно к очистке пруда, потому что техническая часть. И, соответственно, следующая огромная задача перед нами стоит в 2023 году все эти картинки воплотить качество жизни. В Барышском районе в следующем году благоустроят прибрежную территорию в микро-районе Гурьевка на берегу пруда Макай. Глава местной администрации Алексей Терентьев и глава муниципального образования Игорь Киселев рассказали губернатору о ремонте дорог, дворовых территорий и социальных объектов. Алексей Русских порекомендовал продолжать участвовать в конкурсах, тем самым привлекая дополнительное федеральное финансирование в район. А вот Инза победитель одноименного конкурса этого года. Поэтому в городе кипит работа. Подрядчики благоустраивают центральную улицу Тухачевского. Работа выполнена на 91%. Проект комплексного обновления был подготовлен на основе мнений и пожеланий горожан. На его реализацию Минстрой России выделил 50 миллионов рублей. Год успехов. Хотя, как говорится, выводы вам делать. То есть достаточно серьезные и финансовые вложения в наш район. Но и по количеству объектов, Алексей Терентьев, нам есть что рассказать, показать. Глава администрации Александр Макаров и глава муниципального образования Евгений Мизинов доложили Алексею Русских о реализации бюджета в этом году. Обсудили ключевые моменты, которые нужно будет отразить в проекте бюджета на 2023 год. Анна Тищенко, Улправда ТВ